Международная научно-практическая конференция Там вставал очень серьезный вопрос, что в федеральный комплекс, где находится музей «Шалаш», метр от него уже должна быть коттеджная застройка. Мы подняли этот вопрос, проведя вот эту международную конференцию, первую, у нас откликнулись телеканал «Россия-1», «Первый канал», «Пятый канал», «Восемь газет», «Деловой Петербург», «Коммерсант». И в результате этой коттеджной застройки там нет, и есть комплекс, который сейчас живет, связанный с именем Ленина. Сейчас угроза возникла здесь, в Ульяновке, поскольку сейчас мы проводили пятую конференцию, были Южная Корея представители, были Бельгия, Украина, профессорско-преподавательский состав России, крупные политические деятели выступали. И тут же мы увидели, что несогласованное с нами начались действия по засыпке мусора на территорию вот этого комплекса. А этот комплекс связан с именем Ленина. Он приезжал к своей сестре Анне Ильиничной, которая являлась сестрой. Марк Тимофеевич Елизаров был супругом и был наркомом путей сообщения. Здесь же принимали в пионеры Владимира Владимировича Путина, и таблички об этом при входе стоят все, в фонде рабочей академии России оказывала помощь, чтобы сохранить эту историку культуры наследия. И эта историка культуры наследия сохранялась в течение 30 лет. И вот сейчас идет обострение, что засыпается мусор, и это уже угроза, как бы и в разливе ни была, угроза существования этому историческому комплексу. Конечно, надо защитить, надо активизировать все наши действия. И это будет большой вклад, если этот комплекс и будет жить дальше. Поскольку этот комплекс, посещаемый, и тогда Первый канал еще 15 лет назад подтвердил, когда китайцы приезжали сюда и говорили, да, вот, наконец-то возрождается. И есть и вандализм, который вот только что сейчас сгорело, мы опять восстановили. Вот вы видите, можно проводить и международные конференции такого большого масштаба. И, конечно, это не должно быть уничтожено. Озабоченность такая сейчас есть. Ну вот, мы как раз находимся уже на территории непосредственно историко-культурного комплекса, где связано с тремя лицами, как я говорил, и Марком Тимофеевичем Элизаровым, первым наркомом путей сообщения с Анной Ильиничной, с сестрой Владимировичем Лениным, с самим Владимировичем Лениным. И также связано, где принимали в пионеры Владимира Владимировича Путина. И мы сейчас таблички мемориальные эти посмотрим. Но уже начали захват территории, начали захват территории, не согласованы с нами, в которой мы 30 лет здесь собираем деньги, энтузиасты все приходят. И комплекс живет, несмотря на все акты вандализма, на все сжигание. И вот мы видим сейчас вот такие кучи привезли. И это говорят от администрации. У администрации понятно, что никаких прав нет. И это уничтожение идет комплекса и захват, конечно, земли. Потому что, как правило, все поджоги, все вот такие действия с учетом захвата земли, передела собственности, вот это есть озабоченность. Вот мои коллеги здесь, Евгений Владимирович Карпов, он большой, имеет опыт. Длительное время работал советником главы администрации курортного района. И как вы считаете, Евгений Владимирович, это мы можем, сумеем защитить? Ну, прежде всего, нужно сказать, что есть положительный опыт, когда историко-культурные пространства, которые стали работать в тех вот традиционных ленинских местах, которые есть у нас и на Карельском перешейке, и есть у нас вокруг города Санкт-Петербурга, они действительно становятся эффективными музейными пространствами. Они становятся историко-культурными пространствами, они становятся местами притяжения. Поэтому я на самом деле думаю, что нам надо перейти к диалогу с муниципалами местными и с ними выработать единую позицию, и эта позиция должна быть во благо жителей и Ульяновки, и Саблина, для того, чтобы вот это место, оно не было утеряно, а для того, чтобы оно стало именно народным, именно культурным, и приносило людям пользу, и здесь был порядок. Ну и, наверное, для Ульяновки и для всей Ленинградской области это только приятно, что здесь проходят международные конференции вот такого плана, как мы сейчас только что провели по случаю 140-летия со дня рождения Сталина. Потому что мы в прошлом году, вот материалы вывешены, 200-летие со дня рождения Карла Марса проводили. Это же слава для Ульяновки и Ленинградской области. Ну, очевидно, что такие мероприятия, они только приносят пользу муниципальным образованиям, потому что это может обрастать и местной инфраструктурой, это может приносить и новые рабочие места, это может приносить определенную прибыль муниципальным образованиям. Поэтому нужно подходить ко всему разумно и конструктивно. Ну, а вот Анатолий Владимирович Тимонин, глава у нас юридической службы Фонда Рабочей Академии, надо решать в правовом поле, и правовое поле предусматривает начинать любые действия с переговорного процесса, если кто-то что-то хочет даже хорошее сделать, или надо вот захватывать и ни с кем не согласовывать. Как вы считаете, в юридическом поле надо работать? Я считаю, что все эти мусор, все переговоры, которые должны проводиться, должны проводиться в рамках закона, не нарушая закон. И все мероприятия, которые необходимо обговорить, нужно все равно. На первом месте, я считаю, это переговорный процесс, а второе уже это заключение договора на основании закона, законности. Потому что любой договор, который будет заключен с нарушением закона, он будет являться ничтожным. Поэтому я считаю, что нужно провести переговоры, предварительные переговоры, понять, о чем речь, какие планы, и что мы хотим от администрации, и что администрация от нас хотят, и какие предложения с их стороны будут. Ну и самое главное, что наша цель – сохранить историко-культурный комплекс для будущих поколений и нашей жизни, и нашей истории. Все, спасибо, будем действовать. Добро. Субтитры создавал DimaTorzok